Подлый террористический акт, красноречиво иллюстрирующий истинную сущность его заказчиков. Только так можно охарактеризовать кровавую бойню в посольстве Азербайджана в Тегеране. Иран перешел черту, за которую все его заверения в приверженности добрососедству превратились в зловонную кучу циничного лицемерия. Произошедшее стало прямым результатом развернутой в Иране на государственном уровне грязной антиазербайджанской кампании. То же самое мы наблюдаем и в другой соседней стране, которую по праву можно считать ближайшим подельником тегеранского режима. Риторика политического руководства Армении позволяет судить о степени его готовности к миру. Готовность нулевая. Каждое новое выступление Никола Пашиняна все больше раскрывает суть тактики, которой вооружилась Армения в контексте вымышленной блокады Карабаха. Эта тактика сводится к вольной интерпретации позиции Азербайджана и преподнесению ее в предельно искаженном виде международному сообществу. Судя по всему, Пашинян полагает, что это наиболее перспективный способ продвижения региональных интересов Армении, суть которых по-прежнему заключается в максимальном ущемлении интересов Азербайджана. По словам Пашиняна, политика Баку нацелена на поэтапное выживание армянского населения из Карабаха. Якобы для реализации этой задачи даже составлен соответствующий план, в котором роль основного инструмента отведена Лачинской дороге. Для пущей убедительности Пашинян ссылается на некие имеющиеся в его распоряжении сведения о деталях этого плана. Согласно этим так называемым сведениям план таков – довести давление на армян Карабаха до пиковой точки, а затем на несколько дней разблокировать дорогу. За это время часть армянского населения покинет Карабах, после чего маршрут вновь будет перекрыт. Эта операция будет производиться несколько раз до тех пор, пока из Карабаха не выйдет последний армянин. И все это говорится абсолютно осознанно, без малейшего морального дискомфорта по поводу того, что речь идет о клевете на государственном уровне. Коль скоро Пашинян публично кичится доступом к столь обширной информации, то наверняка ему должно быть известно и о реальном положении дела на Лачинской дороге. Положение же таково, что ни о каком блокировании дороги не может быть и речи. Этот факт подтверждается регулярным беспрепятственным проездом автоколонн российского миротворческого контингента с гуманитарными грузами и машин Красного Креста. Дорога открытая и утверждать обратное можно лишь преследуя совершенно очевидные цели. В случае с Пашиняном это преднамеренное зомбирование внешней аудитории в расчете на подрыв позиции Азербайджана на международной арене. Армения надеется, что таким образом ей удастся убедить эту самую аудиторию в необходимости пересмотреть итоги Второй Карабахской войны. Стало быть, нет никаких оснований рассчитывать на конструктивный диалог с Арменией и развитие мирного процесса. Пашинян не хочет продолжать переговоры на основе инициированной Азербайджаном повестки и делает все для того, чтобы сорвать их окончательно. При этом в полном соответствии с канонами армянской политики он обвиняет Баку в намерении блокировать мирный процесс. Процесс, который был запущен именно Азербайджаном в целях окончательной стабилизации в регионе. Более того, Пашинян уверяет, что Азербайджан не просто торпедирует мирный процесс, а намерен спровоцировать новую войну. По всей видимости, эту эксклюзивную информацию армянский пример выудил из тех же источников, откуда потерпнул бредовые сведения о планах Баку по изгнанию армян из Карабаха. Неадекватность суждений Пашиняна окончательно вышла на уровень, где запредельная ложь становится базовым элементом политического нарратива. Только достижением этого уровня можно объяснить абсурдные инсинуации в адрес Азербайджана. Если бы Баку реально вынашивал подобную идею, то для чего в таком случае прилагал и продолжает прилагать конкретные усилия для реализации своей мирной повестки. Ведь сама суть этой повестки заключается в формировании условий, исключающих возобновление вооруженного конфликта. Азербайджан убежден в том, что все сохраняющиеся разногласия можно устранить без применения силы. Да и в чем состоит практическая нужда в силовом варианте, если армянская армия фактически находится в режиме самоликвидации, теряя в заурядном пожаре личный состав целого отделения. У Азербайджана нет ни единого мотива для возобновления войны, поскольку приоритет всецело отдан созидательным процессам, требующим максимально стабильных и безопасных условий. Не понимать этого значит не иметь ни малейшего представления о ценности мира. По логике Армения давно должна была обзавестись таким представлением, получив осенью 2020 года обязательный к усвоению суровый урок. Однако натужный фарс, который мы наблюдаем сегодня в исполнении армянских властей, говорит о том, что вывода не сделаны, по сути именно Армения провоцирует новую войну в надежде на вмешательство завзятых внешних интриганов. Но ей видимо не вдомек, что эта война неминуемо станет для нее последней, как для государства. Равно как и для Ирана, вставшего на путь террора в отношении Азербайджана, тщетно пытаясь потопить в крови необратимые процессы. Продолжение следует... Продолжение следует...